Татьяна Ильинична Бирюкова в этом году отметила 95-летний юбилей. За свою долгую жизнь она повидала всякое. Как и многие её сверстники, рано начала трудиться. На начало Великой Отечественной войны Татьяне Ильиничней было 15 лет. Когда отца призвали на фронт, всю мужскую работу по дому взяла на себя. В этот же год её отправили учиться на тракториста. Но на полное обучение не было времени. Почти все мужчины ушли на фронт, а уборочная уже началась. И уже через месяц хрупкая девушка уверенно ввела в поле трактор. Хотели на войну послать. А мама с сестрой одни, говорит, она у нас за всех. Если вы в нас заберёте, кто нам что будет делать. Они меня отправили в Росколеску учиться на тракториста. Она говорит, ну пускай тогда она будет трактористом. Татьяна Ильинична всю жизнь прожила на родной земле, где родилась и выросла. Даже когда немцы стояли у порога, у юной девушки не было мысли бежать и прятаться. Уверенность, что враг будет побеждён, никогда её не покидала. Немцы шли оттуда, вот оттуда шли немцы. Даже ночевали у нас два немца, и нас не обидели, ничего. А потом немцы ушли, красноармейцы оттуда шли. И мы, значит, сюда все прибегали, с горы даже встречать. Красноармейцы, они говорят, быстро по домам, а то сейчас, говорят, начнётся стрельба. Нелёгкой была их жизнь в послевоенные годы, когда нужно было поднимать страну после разрушительной войны. Работать за троих и расти детей. Татьяна Ильинична с мужем в те трудовые времена работали бок о бок. И дома, и на работе всегда вместе. Проработав почти 60 лет, Татьяна Ильинична ушла на заслуженный отдых. Живёт спокойной, размеренной жизнью. Всегда на позитиве, никогда не унывает. Интересуется жизнью посёлка и республики, читает газеты, смотрит телевизор. Часто просматривает семейные альбомы, вспоминает с теплотой прожитые годы. Ренат Ибрагимов, Назир Капушев, Архиз, 24.